Студия 89,9. Концертный зал. Здравствуйте, дамы и господа. 17 часов московское время. Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии Роман Шахов. От души приветствую вас в нашей компании. И сегодня в концертном зале Роман Архипов. Рома, здравствуйте. Привет, привет. Я понимаю, что у тебя целая команда. Представь, пожалуйста, тех артистов, которые будут создавать сегодня музыку. Это Никита, он барабанщик, но сегодня он играет вот на ящике. Вот на таком интересном кахон он называется. Никита, постучи чуть-чуть. Настоящий живой кахон, класс. Он такой боевой барабанщик, пальцы замотанные, 10 переломов. Хайр, пальцы, все, кроссовки. Дальше, гитара. Это Слава. Он вообще у нас играет на бас-гитаре. Но сегодня мы его заставили насильственным путем играть на гитаре, поэтому мы его репетировали только перед началом. Еще самую маленькую. Самую маленькую дали еще. Хорошо. Слав, чуть-чуть гитарка, да? Прекрасно. Басовую партию, в общем-то, он играет. Молодец. Ну, по привычке, да. Так, ну и у нас 12-струнная гитара. Александр, Саша. Это, наверное, человек, с которым я работаю больше 10 лет уже. То есть, наверное, с детства практически. С самого. С 18-ти, да, примерно, с которым мы много лет прожили в Америке, объездили всю страну. А с 15-ти даже. Столько не живут. То есть, немножко даже биограф твой получается. Наверное. Он не помнит ничего все равно. Саша, чуть-чуть на гитарке. Так, ребят, по поводу гастролей. По твоим шортам мы видим, что у нас концерт летний. И что сейчас? Гастроли, записи, расскажи. Знаете, мы только что приехали из Сочи, играли на фестивале FIFA. Большая площадка, 10 тысяч человек на улице. Болели. Ложки победы у нас тоже есть, так? Ложки. Куда без ложек-то? Есть-то чем? Вот. Болели изо всех сил, выступали, поддерживали. Поэтому в Сочи там вообще лето по полной. Там здорово. Скажи, пожалуйста, ты вообще как в футболу-то? Болельщик ярый или умеренный? Как у тебя происходит? Ну, я не могу сказать, что я прям ярый какой-то болельщик, но такие большие чемпионаты я всегда смотрел с детства. Не знаю, мне как бы интересно. Особенно, когда Россия участвует. Вообще, сам Бог велел. Мы сейчас с какой песни начнем? И вообще, что сегодня будет? Хиты, новые песни, расскажи. Хиты? Ну, мы разные сыграем, на самом деле. Что-то сыграю из того, что было в Америке, в моей группе. Что-то сыграем из старого, из Челси. Сыграем что-то из нового. Начнем, я думаю, мы... Это первый сингл моего... Последнего проекта американского, который называется «Роман». Как бы, ну, смотри, «Роман», да, как говорят американцы. Конечно. Да, и эту песню мы написали вместе с продюсером Imagine Dragons. И она такая достаточно летняя, веселая, заводная. И сейчас попробуем это изобразить в акустике. То есть у нас сегодня такой обрезанный вариант. Я понимаю, что у вас это чуть ли не в первый раз, да, получается, акустика? Этим составом, да. Так вдвоем мы играли, а вот именно таким составом впервые. Вот два часа назад собрались. С премьерой, ребят. Спасибо. Давайте. Два раза не играем, да, там, во втором. Хорошо. Хорошо. I felt the ground begin to shake, not one shock of an afterquake. Must be here inside my chest. And at this time sacrifice, this one happened to me twice, warning shots have been fired. Maybe things that you don't like about me, maybe I could change, maybe it's you that drives my insanity, makes me act so strange, maybe it's me and I don't give a damn. But I know that you don't like it. I don't like it. I don't like it. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Как сказали бы здесь мои молодые и прогрессивной коллегии Unbelievable Ребята, это прекрасно! Роман, он же Роман Архипов сегодня в эфире телерадиоканала Страна FM Ты заговорил про Америку, расскажи, как тебе туда занесло изначально и вообще, чему ты там научился? Ой, на самом деле, это такая интересная история потому что я большую часть своей карьеры провел там, то есть если был в группе Chelsea я пять лет, то в Америке я прожил семь и там, конечно, ну все по-другому там другое отношение к музыке там другое отношение к записям, к сочинениям я поработал с такими людьми, как Рэнди Джексона, со Стивеном Тайлером Ты, кстати, знаешь, что у Рэнди Джексона через пару дней день рождения? Да, конечно, 23-го числа, помню, конечно в один день с моим другом а на следующий день у моего брата день рождения поэтому это я не забываю вот я проехал тур по Америке больше 40 городов это крупнейший рок-фестиваль Вэнсворптур играл с Nickelback работал с Рич Самбор это гитарист Бонжо и до сих пор мы работаем мы еще готовим нашу песню к выходу работал с Imagine Dragons с кем я только не поработал на самом деле очень интересно с великими людьми, которые работали с Rolling Stones я говорю про тех людей, которые у них неизвестные имена для простых людей ну, которые не из профессиональной сферы те, которые делали Rolling Stones, Beatles, ACDC, Bob Rock это легендарный продюсер, который делал Metallica и Aerosmith поэтому много чему, скажем, есть поделиться и показать, в общем-то, что можно по-другому не так, как принято поэтому стараемся удивлять кто-то из артистов этих непосредственно ты можешь назвать его своим учителем в чем-то? кто повлиял на тебя? ну, много с Рэнди Джексоном мы долго проработали он, конечно, очень интересный человек и продюсер великий и музыкант очень крутой и благодаря ему на самом деле произошел вот этот тур это была его идея через него, опять же, познакомился со многими людьми я не знаю, Кенни Аронов, барабанщик который у нас на записи играл легендарная личность Крис Лорд Элджи, который наверное, самый лучший человек, который сводит музыку в честь него называют плагины, приборы и тому подобное и через него, наверное, какие-то первые вещи первым вещам я научился да, ну, сложно от каждого что-то брал слушай, ну, в чем там музыка отличается, может быть, кардинально от нашей? что бы ты, вот какие ну, я не знаю, там не бояться экспериментировать то есть там даже в какой-то обычной поп-музыке она все равно звучит по-другому там другое отношение если у нас все там ой, как бы радио угодить как бы вот на канал ой, как бы хозяину канала понравиться и вот все боятся именно ну, делать шаг вперед, да то есть все сидят каких-то новаторских в болоте, так сказать да, все окей, вот сейчас вот модные песни «Розовое вино» была там, да, год назад и теперь все делают точно так же то есть, а вот именно сделать шаг вперед и подумать сделать что-то новое ну, бояться в Америке нет такого, да там нет вышел трек какой-то модный и под него что-то пытаются делать нет, ну, есть разные, конечно но все равно там большие музыканты они не боятся создавать то есть мы все равно так или иначе следуем за ними вышло, мы такие о, круто там вот это сделали давайте мы точно так же сделаем, попробуем и все равно ограничение по форматам оно, конечно там кардинальное отличие в том, что музыканты зарабатывают деньги на авторских правах да, и то есть совсем не обязательно петь в группе у Стаса Михайлова да, чтобы гитарист мог создавать ой, зарабатывать нормальные деньги он может сидеть сутки на пролет писать музыку для кино для рекламы для каких-то артистов и чувствует себя нормально не голодным не спившимся а именно таким полноценным работником да, то есть участником какой-то социальной жизни Ром, и пока в российском авторском обществе икают давай перейдем к следующему музыкальному номеру нашей программы что это будет? что будет, да, ребят маленькое совещание а давай про давайте End of Summer да следующая песня это, наверное, самый первый сингл, который вышел в Америке я был фронтменом группы Troy Harley это как раз то, что мы делали с Рэнди Джексоном это был вот сингл с которым как раз вот мы объехали всю Америку коронка да, он называется End of Summer хотя у нас ну, конец лета да, у нас начало лета но тем не менее как бы мы ее все равно строим у нас такая погода знаешь, что как бы ну да, непонятно то ли начало то ли конец here we are at the end another summer is coming again here I go working on my best goodbye trying to remember I've got her for one more night the ride's almost over it's getting colder take one last look before I say goodbye before I tell her before I tell her goodbye it's the end of the summer it's the end of what we had I think about her every time I look back it's the end of the promises but I still see her in the sun but I still see her in the sun it's over now what we had is gone it's the end of the summer here I am the months have gone on by I think of us lying there still want her by my side can't almost see her face I just want those days back days in the sun far from a cold we never needed anyone I'd trade these november just to remember the smell of the ocean it's the end of the summer why can't you take me back there it's the end of the summer it's the end of what we had I think about her every time I look back it's the end of the promises but I still see her in the sun it's over now what we had is gone it's the end of the summer it's the end of the summer goodbye to the sunlight I hold on to those nights but I always remember right there before I tell it all goodbye it's the end of the summer it's the end of what we had I think about her every time every time I look back it's the end of the promises but I still see her in the sun it's over now what we had is gone ooh yeah ooh yeah actic district that was a very exciting and where you were the end of the summer like this the end of the summer Дамы и господа, вы слушаете и смотрите телерадиоканал «Страна.ФМ» в эфирной студии Роман Шахов и Роман Архипов. В гостях у «Страны.ФМ» мы продолжаем общаться и слушать потрясающие музыкальные номера. Ром, сейчас у нас, кстати, будет музыкальный номер в видеоверсии. Это будет клиент «Достучаться до небес». Расскажи вот об этом своем произведении. Ой, это песня, которая изначально родилась далеко не как спортивный гим. У кого она родилась? А кто пап с мамой? Кто пап с мамой? Я один из авторов и есть еще артистка, с которой мы занимаемся, или если ее зовут, она написала русский текст на этой песне. Она была изначально на английском языке. Песня была о любви на английском языке, а на русском она стала такой мотивационной жизнеутверждающей. Давай, молодец, сражайся, все получится, все будет здорово. И мы подумали, почему бы ее не сделать таким гимном чемпионата мира по футболу. Чтобы сделать ее гимном, мы просто сняли клип и показали предпраздничную Москву. То есть приехал режиссер из Лос-Анджелеса специально, чтобы… На минуточку. Да, и мы ездили по всей Москве и снимали. Она снята с таким классным эффектом, гипертаймлапс. И мне кажется, Москва прямо показана вот той самой, которой иностранцы ее не видели никогда. Потому что многие до сих пор думают, что у нас медведи ходят, там все водку пьют без остановки и так далее. Зима в шубах, такие странные люди. Медведи делают остановки. Да, они иногда останавливаются. И, в общем-то, мы хотели показать, что Россия совсем другая. Что Россия самая… Ну, мы показывали Москву, что Москва самый красивый город на земле. Поэтому я думаю, что нам это удалось. Мало того, нас поддержала FIFA. Везде висим у них на сайтах и везде, где угодно. Поэтому я считаю, что это такая маленькая первая победа после моего нахождения здесь, в России. Расскажи, пожалуйста, о впечатлениях режиссера из Лос-Анджелеса по поводу Москвы. Что вот ему больше всего понравилось из того, что он видел? Он не первый раз в Москве. Поэтому, ну, понравилось все. Но как в Москве? Предпределительная Москва, она, не знаю, никогда в жизни, наверное, такой красивой не была. Все восстановлено, все чистенько, все выкрашено. Не знаю, газончики, архитектура безумная, конечно. То есть, наверное, единственный город на земле, где вот эта старая архитектура не выглядит старой. И, да, то есть она действительно кажется, как вы ее построили вчера. И это, я считаю, что круто. Скажи, возможно, сейчас нас слушают, смотрят какие-нибудь гости из разных стран. Они не понимают по-русски. Они, скорее всего, понимают, они знали, куда ехали, изучили русский язык. Мы на это надеемся. Конечно, мат только, если что, заранее. Может быть. И как-то его заказать в баре. Смотри, куда бы ты порекомендовал им отправиться, посмотреть, что в Москве? Ты все-таки знаешь город, и, может быть, это будут какие-то небанальные, необычные места, но для тебя... Небанальные, необычные? Не знаю, но центр, безусловно, в Москве очень крутой, мне нравится. Сити, наверное, все видели по телевизору. А вот, например, какой-нибудь парк Царицыно, я думаю, не все были. Ну, сейчас в клипе можно увидеть. В клипе он есть, да, безусловно. Я просто знаю Царицыно хорошо, потому что я вырос в этом районе, и в моем детстве он был разрушенный. Вот этот вот дворец, который недостроенный, и мы туда лазили, играли в какие-то там игры. И макета еще не было? Да, еще точно все... Ну, был макет, как он должен был выглядеть, но это были развалины. То есть просто был какой-то ужас. А потом я уехал в Америку, приехал через два года, и смотрю, там стоит дворец. Действительно, очень круто, красиво, здорово. Москва, на самом деле, восхищает. Дорогие друзья, если вы не видели еще клип «Достучаться до небес», клип, между прочим, вышел на следующий день после начала... Нет, он прям 15-го числа вышел, как... Ну, то есть Россия играла 14-го, а вот когда начали играть все, вот вышел этот день клип. Мало того, он за неделю ВКонтакте собрал 400 тысяч просмотров. На Ютьюбе, по-моему, за 300 уже там что-то. 300 с чем-то, да. То есть, как бы он очень хорошо идет. Мало того, ну, на самом деле, многие поддерживают. Потому что, мне кажется, тот же проявление того же патриотизма у нас в стране, оно иногда очень утрировано и отталкивает. То есть, а мы пытались тут как бы сохранить вот эту грань между... То, чтобы люди смотрели и просто восхищались. Какая же у нас классная страна, а не вот эта вот, ну, такая пропаганда, такая ярая. То есть, вот мы хотим, чтобы патриотизм стал модным, а не как бы насаженным искусственно. И я добавлю то, о чем ты постеснялся сказать, и песня просто классная. Вот и все. Смотрим, слушаем. Роман Архипов «Достучаться до небес». Просыпаюсь снова ранним утром Убегаю от себя, как будто падал вниз Нет притяжения Ошибаюсь и иду на риски Пусть мечты уходят по-английски Но не свернуть В добрый путь Нет одной другой дороги Принимаю эти правила игры Пусть судьба прощает ноги Я открываю новые миры Мне будет так стучаться до небес Знаю, на вершине счастье есть Хадам у тебя вести свой крест Быть верным никогда не надоест Поединать с самим собой Я вступлю с голодной головой Начинаю этот сложный бой Я справлюсь, потому что ты со мной Все прекраты преодолевая Я вернусь к тебе опять Я знаю, только жди Только жди Но зато их нашел я вечность А в объятьях бесконечность Ты прости Меня прости Нет одной другой дороги Принимаю эти правила игры Пусть судьба прощает ноги Я открываю новые миры Мне будет так стучаться до небес Знаю, на вершине счастье есть Хадам у тебя вести свой крест Быть верным никогда не надоест Поединать с самим собой Я стоплю с голодной головой Начинаю этот сложный бой Я справлюсь, потому что ты со мной Я открываю новые миры Я открываю новые миры Я впервые вести свой крест Мы первым никогда не надоест Поединать с самим собой Я стоплю с голодной головой Начинаю этот сложный бой Я справлюсь, потому что ты со мной Мы первым никогда не надоест Я справлюсь, потому что ты со мной Студия 89,9 Концертный зал Друзья, достучаться до небес Только что клип украсил эфир Телерадиоканала «Страна.ФМ» Мы, конечно, говорим огромное спасибо Роман Архипов Спасибо В гостях у телерадиоканала Ром, ну, прекрасно Спасибо большое Продолжай дальше Кстати, когда продолжение? Что будет за клип? Когда мы... Не знаю, только что этот выпустили Поэтому мы сейчас работаем над этим Но, скорее всего, такой творческий человек Уже там что-то еще надумал себе Ну, у меня много всего в столе лежит Я сейчас пойму, какой следующий шаг Но я думаю, что он будет чуть попозже Хотя мы... Ну, посмотрим Много интересных идей и задумок Я думаю, поклонникам будет Зачем последить, чтобы посмотреть И концерты мы планируем по России На самом деле Вот особенно после того, что видно, что людям это нужно Люди смотрят, люди комментируют Людям нравится Поэтому будем сейчас планировать выступление Все лето впереди Поэтому скоро увидимся Скажи, пожалуйста Вот ты эту музыкальную ситуацию знаешь и в России, и в Америке Насколько сейчас силен рок в целом? То есть, ну, есть тенденция на популярность рэпа Да? Рэп идет Рэп захватывает новых и новых адептов Как рок-н-ролл ему противостоит? Рома, расскажи Если честно, откровенно говоря, положаю руку на сердце Он рок-н-ролл, я считаю, что мертв в том виде В котором мы его любим В котором мы его слушали Таких как Deep Purple, ACDC, классический, хард-рок Британский Он, к сожалению, уже, на мой взгляд По крайней мере, на данном этапе Это уже такая классика Сейчас БГ кивает головой где-то там Да, ну, оно на самом деле так Потому что новых ансамблей не появляется Не появляется радиостанция Все наоборот Он видоизменился, да Мне уже сложно назвать это роком Те же Imagine Dragons, которые называют себя рок-группой Которые считаются, они как бы к року Ну, там нет гитары в этой песне Поэтому это немного странно Но, тем не менее, он видоизменился, наверное И вот просто того классного рока На котором я рос На котором, я думаю, многие из вас росли И он, к сожалению, уже не создается не там А то, что создается здесь Ну, как бы мне не очень нравится Ну, как считаешь, эпоха возрождения, когда начнется? Ну, музыка циклична Я думаю, что рано или поздно все устанут И от рэпа, и от электронной музыки И, может быть, пройдет лет 5-10 И это возникнет Прямо именно люди захотят снова играть Хотя, судя по продажам гитар Детям хочется играть на инструментах То есть, ну, как бы, диджейский пульт хорошо Но ты можешь нажать две кнопки И быть королем дискотеки Мне очень интересно А на гитарах начинают снова покупать Учатся, играть Не знаю Все впереди Но моя задача здесь, вот на сегодняшний момент Сделать, попытаться создать такой альтернативный лейбл То есть, чтобы это был не рэп, не рок, не поп А что-то вот такое немножко нестандартное Это, конечно, безусловно, не то, что мы сегодня исполняем Потому что это акустический такой сет Но как раз моя задача сделать вот это, то, что называется в Америке Альтернативная музыка Она очень популярна и здесь, и там То, что сейчас многие, наверное, называют роком Хотя это к року никакого отношения не имеет Мы продолжаем музыкальную часть концертного зала Что за трек у нас на очереди? Чё споём-то? Чё поём, пацаны, да Про успех Я не так давно был на проекте «Успех» на канале СТС Да, мы видели, болели, да Был в финале даже И вообще так необычно было снова вернуться в шкуру Участника реалити-шоу Фабриканта чуть-чуть, да? Да, немножко фабриканта И по окончании этого шоу у нас родилась песня Которая, она тоже была на английском сначала Но мы написали русский текст Я его даже не очень помню, поэтому не обижайтесь, если я забуду Вот и на английский переходи, да? Как пойдёт Да, ну давайте попробуем Исполняется впервые Ну, на презентации нашей мы её один раз пели Ну, второй раз исполняется Сбивайте Один Снова во сне летает Один О высоте мечтаешь И надоело ждать Как наяву опять Ты представляешь и ловишь каждый взгляд Как будто лучше всех И впереди успех Ты знаешь, впереди успех Ты глаза открываешь Веришь и знаешь И начинаешь Новый день Я приглашаю Давай полетаем Тебя поверь Сейчас и здесь Да Одна Жизнь Нечего Бояться Один Шанс До вершин Добраться И надоело ждать Как наяву опять Ты представляешь И ловишь Каждый взгляд Как будто лучше всех И впереди успех Ты знаешь, впереди успех Глаза открываешь Глаза открываешь Веришь и знаешь И начинаешь Новый день Я приглашаю Давай полетаем В себя поверь Сейчас и здесь Да Там Вся Вся Ну и Вся Ты знаешь, впереди успех Глаза открываешь, веришь и знаешь И начинаешь новый день Я приглашаю, давай полетаем Тебя поверь, сейчас и здесь Да Это успех, друзья Спасибо Роман Архивов на телерадиоканале Страна ФМ Ром, что касается успеха В России или в Америке молодому артисту проще, быстрее добиться успеха Расскажи твое мнение Быстрее нигде Так Это сложный процесс на самом деле Потому что нельзя написать сегодня песню И завтра стать популярным Это кропотливый долгий процесс работы Написание хитов Устроение команды То есть единственный шанс, наверное, проснуться звездой на следующий день Это какой-то телевизионный проект Голос, Фабрика звезд То голос, наверное, не такой сильный, как Фабрика звезд Потому что все-таки фабрика звезд долгий Там элемент сериала немножко есть Да, там элемент реалити Тебя узнает как человек Потом тебя каждый день показывают в прайм-тайм Особенно, когда это было на первом канале То есть это был прям вообще инструмент, который действительно создавал звезд Который до сих пор Ну вот на сегодняшний день Мне кажется Треть эстрады состоит из выпускников Многие просто забыли, что они оттуда Ну, я думаю, если зрители Люди забыли Да, люди забыли Они уже воспринимают как самодостаточных артистов Но это действительно был Наверное, самый простой способ Самый быстрый способ Не могу сказать, что он простой Быстрый способ прославиться За границей то же самое Ничего не меня Интернет в последние годы не уравновесил Интернет не уравновесил Интернет, я считаю, опошлил вообще всю музыку Потому что в интернете каждый день выходят, не знаю, миллионы песен Зайти на тот же iTunes или любую площадку И нет просто начала и конца списка новых песен То есть кто угодно может это сделать Заплатив, не знаю, 5 долларов И получить дистрибьюцию на всех музыкальных платформах За счет этого Среди вот этого Ну, миллионов треков Сложно разглядеть что-то действительно качественное А для того, чтобы прославиться в интернете Достаточно какую-нибудь гадость Делать похабщину Там матом поругаться Раздеться Или там что-то еще Именно такое Все скажут О, прикольно Ничего себе Чувак там без штанов бегает И поет странным голосом С акцентом Это клево То есть это вот Интернет убрал вот этот контроль качества Скажем так Потому что, к примеру, в Америке существовал такой институт Как ИНР То есть ИНР это Человек, который выбирал артистов и репертуар На лейбле То есть когда Те, которые Люди, которые выбирали песни Майкла Джексону И многим большим артистам Сейчас на российских лейблах Я думаю, тоже есть такие люди Я не знаю На российских лейблах все равно Я думаю, присутствует Как бы такой момент Именно жажда на живу То есть всем все равно на качество Хит найти Ну, именно такой Он не обязательно должен быть Качественнее по музыке Он, главное, должен запоминаться Хайповый Хайповый, да Дурацкое слово Но, тем не менее, оно как бы Пока актуально Да, а вот эти вот ИНР люди, да Они были высокообразованные Да, со вкусом Которые, ну, из 50-х годов Существовали Много великих Микки Стивенсон С которым Мне посчастливилось быть знакомым Который еще С Рейчарльзом, по-моему, работал Я здесь боюсь соврать Но очень давно Вот, поэтому интернет Это Я не могу сказать, что это Объективный момент Как бы То есть он лишь Только сделал музыку Такую проще Ты за определенную редактуру Ну, я был бы не против На самом деле Потому что Редактура Ну, только не так Как у нас Да, когда Обязательно Не цензура Да, не цензура Но редактура у нас тоже Своеобразная Чтобы попасть Какой-нибудь там На большой канал Нужно обязательно Исполнить песню Утесова Или там Кого-то еще Это, конечно, здорово Но это история И можно же двигаться вперед А не обязательно Все время Смотреть назад И восхищаться Старыми Большими хитами Мы сейчас двигаемся вперед На очереди у нас Очередная песня О ней несколько слов Коль мы говорили про успех Давайте споем Я там исполнил Наверное, первый раз За долгое время Песню на русском языке Вообще Не свойственную мне жанре Она, правда, была там Под рояль Это был романс Это романс, который Я сам услышал Усполнили Александра Иванова Из группы Ронда Саша, привет, да Да, привет, Саша Замечательная песня Крутое исполнение Написал ее Трофим Но, не знаю Мне она очень нравится Поэтому, если не против И Сереже тоже привет И Сереже тоже Когда уста Привыкшие к злословью Произнесут Молитву К небесам И мудрый Бог Доверчивой Любовью Меня простит За что Не знаю сам И станет все Нелепым И неважным И я пойму Что в нищете своей Я на земле Был счастлив Лишь однажды В те дни, когда Она была моей Тогда я был Безумным И беспечным Шальная кровь Пылала Как вино И ее любовь Казалась Бесконечной И я не мог Подумать Об ином Но день за днем Растрачивая В цуе Я делал ей Больнее И больней И потерял Любовь Ее Святую В те дни, когда Она была Моей Как поздно мы Становимся Мудрее Ценой утрат Ошибок И потерь Кого теперь Она Ночами греет Кому она Любовь Дарит Теперь Пусть будет Все Ее Покорно Власти Пускай Господь Хранит Ее Детей За то, что я Узнал Земное счастье В те дни, когда Она была Моей Концерт Булзал Дамы и господа Вы слушаете и смотрите Телерадиоканал Страна ФМ Мы сегодня Слушаем потрясающие песни В исполнении Романа Архипова И его Музыкантов Пацанов Пацанов, да Есть, кстати, Какое Название Какое-нибудь Коллектива твоего Или просто Группа Нет Ну просто Роман Бэн Да, в Америке Назвался Роман Бэн Роман Ну слушайте Отличное название Так Римская группа Ну вообще да У меня к тебе вопрос По поводу того Что ходят слухи Что ты стал Академиком Академиком Да не простым Академиком Слухи так Академик Грэмми Вот что это Как это Да, на самом деле Не так давно Меня приняли В состав Ну Большое количество Несколько тысяч Людей И вот я один из них То есть я имею Право голосовать Я имею доступ Ко всем Ресурсам Музыкальной академии Американской Еще не прочувствовал Все до конца Потому что Вот буквально Недавно Уже находясь здесь Мне прислали подтверждение Мне рекомендовали Американские музыканты И вот я Принят Сообщение От российских музыкантов Которые еще не стали Академиками Как стать Академиком Грэмми А Ну это долгая история На самом деле Это не так просто Но мне помогли На самом деле Мне помогли Мой менеджер Рич Самборо Помог Вот А так Ну это долгий процесс Как-то Тебя рекомендуют люди Да Рекомендуют Ну надо во-первых Работать там Надо иметь Как бы некий успех То есть Это должно где-то Отображаться В соцсетях И так далее То есть Ты пишешь письмо Туда И Несколько рекомендательных писем И тебя утверждают Или нет Это что-то типа Заслуженный деятель искусств Да И вот После этого Заслуженный артист Право ты имеешь Голосовать Какие у тебя обязанности Обязанности никаких Ну то есть Заниматься музыкой Продолжать Нести вклад В мировую музыку То есть Они посчитали Что Моих заслуг Хватило Для того Чтобы получить Это членство Ну как бы Я считаю Что все равно Останавливаться не нужно Потому что Хочется получить Само Грэммия А не просто Голосовать И выбирать Есть ли какие-то Преференции У тех Кто является Академиком При получении Грэммия Доступ Ко всем ресурсам То есть Это же все По сути Такой Большой кружок По интересам То есть Туда входят Лучшие специалисты Этого всего То есть У тебя есть Там контакты Этих людей У тебя во-первых По-другому Начинают относиться Когда ты приходишь И говоришь Здрасте Я вот ваш коллега Как коллега Коллеги Не могли бы вы помочь Голос записать Или там Барабаны Ну действительно Попадаешь В такой валютарный Клуб музыкантов Ну я желаю тебе Чтобы Грэммия У тебя появилась Скорее всего Ты для этого Делаешь все возможное И сейчас Следующий музыкальный номер Может быть Он получит Следующий музыкальный номер Нет Следующий музыкальный номер Будет Я думаю Что я просто обязан Хоть Конечно Это все равно Старенькое что-то Да Но это вот Одна из тех песен Которые Я считаю Уже нет Группы Челси Ну в том виде Как она была Это значит Старенькое От слова Стар звезда Вот А песню Знают И помнят И поют в караоке Я слышал сам не раз И я считаю Что поклонникам Будет приятно Если я ее спою Это история Конечно Попробуем Поете Разрываются снаряды У меня в голове Примеряешь Примеряешь ты наряды Демонстрируешь мне Зажигая сигареты Ухожу никуда Ускользает это лето Как судьба Цивота Ухожу И возвращаюсь Возвратясь Ухожу Ты бежишь За мной С чаем И кричишь Провожу Провожаю Ты целуешь Я опять Отстаю Дорогая Ты рискуешь Я почти уже Слю Самая Моя Моя Самая Любимая Попадут в метеориты Это ночью мой дом А планеты все орбиты Поменяют потом И агенты всех разведок Завербуют меня Тигр выпустит из клеток Среди белого дня Мы с тобой пойдем Кормить А они сидят Нас И суровые укротители Милицию сдаст Там конечно Заведутся Заведут протокол Ты сумела Улыбнуться Но целую Заведут Самая Моя Моя Самая Любимая Открывает Окна Но Прохожу я Мимо Вдаль зовет Меня Судьба Ветром Злым Гонимая Самая Моя Моя Самая Любимая Открывает Окна Самая Моя Самая Любимая Открывает Окна Но Прохожу я Мимо Них Вдаль зовет Меня Судьба Ветром Злым Гонимая Самая Моя Моя Самая Любимая Самая Моя Моя Самая Любимая Открывает Окна Но Прохожу я Мимо Них Ветром Злым Гонимая Самая Моя Моя Самая Любимая Моя Ну круто же друзья Роман Архипов Спасибо Чуть не сказал группа Челси Слушай ну Практически вот Вот Великолепно Говорят ли тебе уже Рома мы выросли на ваших песнях Бывает 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 Что касается концертов Расскажи когда чего где ждать Ну во первых в России летом планируется много концертов Так же у меня есть предложение Мы обсуждаем вместе с Ричей Самбором совместный тур Есть предложение в Австралию поехать Но это уже ближе к осени или зимой И вообще в принципе у нас с ним есть договоренность о том что как только они с Ириантией с гитаристкой Майкла Джексона соберутся в тур То мы в них будем как opening act Ну как бы разогрев так сказать Или как supporting act То есть мы будем поддерживать вместе играть Так что планов много Но пока я вот сейчас на сегодняшний момент сосредоточен на России Потому что нельзя сидеть как говорится одним местом на двух стульях Поэтому я пока здесь Пока вот занимаюсь новой компанией Я образовал здесь компанию Называется All Music Это вот как раз Не так давно причем было Не так давно Буквально вот Ну месяц наверное прошел Да вот как раз ровно месяц Как мы презентовали компанию Там пока двое артистов Это я и Замечательная талантливая певица Элис Да Она является моим соавтором во всех русских песнях Наконец-то мы узнали кто такая Элис Кто такая Элис Скоро еще узнаете у нее Вот один клип вышел Готовится еще второй Вообще очень интересная компания на самом деле Потому что Нас поддерживает американская финансовая группа Называется All Rise За счет этого Мы в принципе не очень Боимся форматов и прочего Да потому что у нас Такая серьезная поддержка И мы можем действительно Попробовать сделать что-то хорошее А не пытаться выжить И там петь по баням К днем рождения и так далее Слушай, ну я так понимаю что Элис Ты занимаешься полностью Да Музыкой клипы снимаешь Помогаешь актерам в клипе сказать Как надо какую реплику То есть Про Зину Всем Да, про Зину Где искать под одеялом Именно эту Зину Говорит Сам Адаман Ахипов Да С грузинским акцентом Этот Этот клип Russian Girls Как он там Правильно называется Да, он называется Russian Girls Изначально эта песня была на английском языке Тоже она называлась Монте Карло Бич То есть еще более жесткая На самом деле она была Да И на английском языке она конечно звучит Немножко более как бы фирменно Она как диско-фанк Такой Вы знаете группа такая D&C То есть это Она ну как бы Вроде попсовая С другой стороны она вроде Такая прикольная Но здесь такой приятный флёр комбинации Мы так вот Ну да То есть мы пытались сделать вроде как Лето да И песни про девчонок Которые в Монако Тусуются да Там странно себя ведут Но тем не менее Они веселые Русские И как бы Мы написали русский текст И решили попробовать ее запустить Тем не менее Хотя Элиса она на самом деле Более такая У нее мрачный вообще посыл То есть она Именно действительно такая Настоящая альтернативная артистка То есть вот ближайший клип Который выйдет скоро Он будет Полной противоположностью Russian Girls Потому что это скорее всего Это будет Да Нечто среднее между Сложно сказать Glass Animals Imagine Dragons Что-то такое Ну более такой вот Alternative Альтернативное так сказать Все Заинтриговал Друзья небольшая пауза После которой вернемся к разговору Концертный зал В концертном зале у нас Роман Архипов И Романс Бэнд Сейчас ребята переходят От разговоров к музыке Следующий трек у нас Ну у нас Завершающая песня Я неожиданно Я вспомнил На самом деле Перед концертом В Сочи Угу Фанатская сцена Россия Вообще нас всех радует Сборная России Я имею ввиду Россия нас и так всегда радует Ну повышением налогов Увеличением пенсионного фонда Для тонуса Да Ну вверх же это же всегда хорошо Да Когда растет Жаль что неблагосостояние Но не важно Это все в будущем А Сборная России нас действительно радует Такое количество мячей Мне кажется Они за жизнь столько не забили Мячей И Мы болеем все за Россию Хотя знаем что там действительно Тяжело тягаться С такими Сильными командами Как там Германия Испания Португалия Тем не менее мы все равно будем болеть И вот Вспомнилась тоже песня Из репертуара группы Chelsea Которая называлась Россия чемпионка Мы ее пили в Сочи И даже иностранцы Под нее танцевали Они не понимали видимо Что мы про Россию поем Но иностранцы прыгали Веселились Обнимались Целовались Водой обливались Ну футбольные болельщики Вы же понимаете То есть Поэтому Попробуем сделать Я в акустике Хотя это очень сложно Но Попробуем Дайте вместе петь Будем болеть за Россию Подпевайте нам На ложках можете подыгрывать Россия Давай Россия Давай, красиво Давай, давай Давай, Россия Давай, красиво Давай, давай Снова Опять идем в ногу Упертые розком Выходим красиво Готова Россия Влупим гол скоро, всё сделаем клёво, всё сделаем снова, Россия готова Давай, Россия, давай, давай, давай красиво Гоу-гоу-гоу, мы выиграем гонку Гоу-гоу-гоу, Россия чемпионка Гоу-гоу-гоу, забей, забей в догонку Гоу-гоу-гоу, Россия чемпионка Скоро любимый город Сочи зажжёт морские ночи Всё будет красиво, готова Россия Ни виски, а водка, ни тоник, а пива Ни пальмы, а йоги, ни кэмэл, а прима Давай, Россия, давай, давай, давай красиво Давай, 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 Россия Давай, давай, давай красиво Давай, давай Гоу-гоу-гоу, мы выиграем гонку Гоу-гоу-гоу, Россия чемпионка Гоу-гоу-гоу, забей, забей в догонку Гоу-гоу-гоу, Россия чемпионка Гоу-гоу-гоу, русия, Jewish Гоу-гоу-гоу, русия, Kelly Johnson & Nussan Мы выиграем в гонку. Гоу-гоу-гоу, Россия — чемпионка. Гоу-гоу-гоу, Забей, забей в догонку. Гоу-гоу-гоу, Россия — чемпионка. Россия — вперёд! Роман Архипов на телерадиоканале «Страна-ФМ». Я думаю, что сейчас все наши футболисты растрогались, Ром. Плачут, думаю. Растрогались, понимаешь. Ну, может быть, даже слезы упустили. К нашей стране вообще как относятся в Америке вот сейчас? Ну, простые люди, музыканты, с которыми ты общаешься. Когда-то был интерес на волне перестройки. Это подтвердит Александр Маршал, Алексей Белов. В Парк Горького. Тогда это всё было круто. Сейчас ты, в принципе, продолжаешь их дело. Ты представляешь Россию там. Как относятся вообще? На самом деле, находясь там и наблюдая за всеми политическими событиями, самыми радостными, которые происходят в последние несколько лет, очень печально, потому что это всё происходит в СМИ, в средствах массовой информации. Причём это обоюдно. В Америке ругают российскую власть, в России ругают американскую власть. А что касается простых людей, народа, народ, он абсолютно, им всё равно. То есть они... Я много раз там в магазине встречаю американцев, и американцы слышат русскую речь и говорят, ой, а вы русские? Я говорю, да. Ой, у вас такой классный президент, нам бы такого. То есть для меня это была действительно неожиданность, когда простые люди, на самом деле, абсолютно искренне... В период правления какого из американских президентов? Обама тогда была. Да, тут нам уже другая совсем история. Но, тем не менее, народ, у них нет ненависти, злобы, отношения к русским. То же самое среди моих друзей. Я не встречаю здесь, среди знакомых, какого-то негативного отношения к американцам. Я считаю, что это всё-таки геополитические игры, которые они могут до хорошего, конечно, не довести. И поэтому у меня какая-то внутренняя задача, мне кажется, будучи и там, и будучи русским человеком, всё-таки как-то нести такую миротворческую миссию. И у меня есть, касаемо этого, много идей и шагов, которые я буду воплощать и там, и здесь. Потому что музыка — это тот язык, на котором разговаривают люди. Это когда политики договориться не могут, должны подключаться музыканты, артисты, должны писаться песни, гимны за мир во всём мире, о любви, потому что мы все, на самом деле, одинаковые. У нас две руки, две ноги, голова, у всех одинаковые потребности. Все живём на одной земле. Поэтому у меня, поскольку мне дано такое, быть и там, и здесь, и работать, я считаю, что я просто обязан это делать, и я потихонечку это делаю, на самом деле. Самые интересные места для тебя в Штатах? Что это, где? Калифорния безумно красивая. Это такое место, оно не такая большая, то есть это всего лишь один штат на западном побережье, рядом с Тихим океаном, но там собраны как будто все климатические пояса. Ты можешь искупаться в океане и через полтора часа уже кататься на лыжах. В общем-то, как в Сочи, наверное, только влажность меньше. А вообще природа невероятная. Гранд Каньон, это Аризона, правда, но это всё рядом. Начиная от пустыни, заканчивая степью, циквои, вот эти огромные парки. То есть ты видел вот эти вот столетние деревья? Да, они не ста, они тысячелетние, наверное. Это старше, чем дубы, они гигантские. Их 10 человек не могут обхватить. Это действительно ты чувствуешь себя муравьём каким-то, находясь рядом. Но что касается природы, она в Калифорнии, конечно, действительно очень крутая. Как ты отдыхаешь? Всё-таки от музыки необходимо отключаться. Где это происходит? Сейчас лето к тому же. Возможно, кроме работы у тебя будет какое-то время для отдыха. Ну, пока не получается отдыхать. А вообще мне очень нравится цитата из сериала «Антураж», который в России назывался «Красавцы», если не ошибаюсь, про актёра. И он сказал такую фразу, говорит, «Я для этого и пошёл в шоу-бизнес, чтобы никогда не работать». Поэтому мне сложно найти эту грань между работой и обычной жизнью. То есть у меня такое чувство, что либо я всегда работаю, из остановки, либо же всегда отдыхаю, потому что я занимаюсь любимым делом. Вокруг меня замечательные люди. Мы сейчас собрали уникальную команду, которая занимается нашими соцсетями, и пиаром, и концертами, и всем. Это буквально произошло. Это заняло время, безусловно. Но вот пару недель назад у нас было первое собрание в новом составе. И я действительно счастлив и доволен, что в нашей команде именно вот эти люди, что рядом со мной именно вот эти музыканты. Потому что я считаю, что вот этой командой мы действительно сможем сделать многое. Мы будем ждать, когда ты сделаешь многое. Мы верим в тебя, ребят, вам огромное спасибо. Спасибо за поддержку. Людям, которые обожают. Твоя творчество у нас 20 секунд буквально. На путьстве, наверное, у меня нет. Я хотел поблагодарить, на самом деле, всех зрителей, фанатов, те, которые помнят, те, которые следят, новых, которые появились. И спасибо, что слушаете нас, приходите на концерты, следите за нашими соцсетями, в интернете. Спасибо огромное, низкий вам поклон. Это все для вас, потому что без вас, по сути, мы никто. Спасибо. Роман Архивов. Браво.